ладно 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 черт с ним подумаешь насосал впервые что ли так поехали 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 щас надо тут бацнуть значит чт лягу еm tc n versus tr ссылочка на стрим play off так упс такте у нас там джейн дата линга по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по все аносин анонсец сделан люди теперь знают и в принципе в принципе поехали так ну что ж ребята это у нас джон дата лига всем тем кто только подошел по системе бутри будет проходить данная встреча это стадия плей-офф а счет у нас 00 первая карта ну и в общем то если я так понимаю ты там дойдешь если займут команды который занимает первое место она попадает в первый дивизион это у нас дивизион 2 во втором дивизионе также находится и virtus pro которые в одну катку уже проиграли на стадии плей-оффа проиграли они какой-то команде one причем со счетом 20 вот и вот сейчас победитель в паре tc ntr будет играть против virtus pro то есть это будут либо tr и либо tc n и каточка будет достаточно интересная когда эта игра будет хрен его знает но следите за контактом я там постараюсь как-то вас об этом уведомить 1 3 гол джараксус из бустера да на самом деле о чем не тогда с гол джараксуса дали когда я 13 закончил хрен знает мне кажется это не особо решает как ты заканчиваешь повезло повезло нет нет ну гол джараксус конечно дело такое крайне редко выпадает выпало так ладно в доте ближе к доте дозал shadow shaman у tc n этих ребят я не комментировал очень давно но они по моему в до этого играли на первом дивизионе джон дата лиги или они ну в общем где-то они играли есть это комментировал мне доводилось это не самая так скажем сильная команда она даже на старладере было насколько я помню но благополучно оттуда вылетела и вообще дотеры достаточно такие неплохие но им постоянно чего-то вот не хватает тот же зизоу арис его магнус по моему это это он да на магнус вроде жарит неплохо вот его магнус впечатляет вообще в принципе tcn команда достаточно неплохая фризер там неплохой керри был по моему раньше суппортом потом стал керри или наоборот он был керри потом стал спортом черт его знаю сейчас мы как раз эти увидим но в общем он свою роль менял был по моему керри стал суппортом да вроде был керри стал суппортом какие-то такие него были перестановки в общем суть в том что эти все дотеры олдскульные но каких-то хороших результатов они не добились и то же самое можно сказать в принципе про т.р. да ребята ну таким составом они играют не так давно пгг как минимум уже в этом состав но вообще в т.р. уже сто лет и составов он поменял огромное количество человек который просто любит дотку собирает какой-то более-менее годный состав и порабощает турнирчики в принципе приятно наблюдать за их игрой кентавр ancient operation вчера мы тоже кстати наблюдали за т.р. ами и вот сегодня они вновь продолжают свое шествие выиграли они вчера в рамках пдк по 2-0 своих противников посмотрим как сегодня продолжат ли свои победы в бане как мы видим батрайдер инвокер lifestealer и слардер такие баны как ни странно я думал что слардера сами могут взять все-таки ребята из команды tcn почему-то у них теги tcn а у а название команды какой-то с кеды нулс что короче непонятно я немного не понимаю что за название но не они очень соответствует их клан тегу но ты черт с ним но узора 3 банятся лекан и эмбер это стандартные баны а вот леорика его так сейчас уже никто не называет в рай скинга вот почему его забанили я не знаю такое я ни разу не видел реально в рай скинга о котором слагают уже легенды в рай скинг через блэдмейлы барабаны пт или там что-то типа того потом он берет еще какие-то радианс какой-то мжолнир и вообще просто какой-то ультра адский лютую и лютый дядя непонятно как вообще такого можно сделать скелета но вроде как получается делает но он же не скелетом в разная в раскинг я все привыкнет к этому не могу у меня в голове отпечатался как скелетон кинг и хрен че тут сделаешь сфа забирают тцины зеро три пикают рубика плюс темп ларку но два суппорта получается уже есть аппарат с рубиком есть мидер есть хардер нужен кири 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 а какой кири ответный пик clockwork ну и вроде как получается у нас достаточно сбалансированный пик у команды tcn ну из исключением сфа которого нужно оберегать давно есть кем оберегать есть дазл есть shadow shaman плюс clockwork тот кто инициирует то есть вот смотрится более-менее сбалансировано blast пик должен быть какой-то кири причем не просто кири который будет тупо фармить а какой-то кирик который будет делать action потому что сф судя по всему нас будет медовый либо это может быть мидера сфа поставить на изи-лайн пусть фармит ну такое в последнее время крайне редко можно увидеть а вообще были времена когда сф чека отправляли на изи-лайн то есть не всегда можно было быть можно было быть уверенным в том что сф пойдет мид вас бан луна за ретро и тоже считают что именно кири не хватает ута цен вот а цены также должны бантика ута кири герои это вивер потому что утр точно темплар к на изи-лайн не пойдет тоже конечно можно поизо извращаться над этой темплар асасин но что такое gold jaraxus gold jaraxus это та карта в игре hardstone те кто в hardstone играет они не поймут так что не заморачивайтесь ребят о спектра но довольно рисковый конечно пик взять спектру но я думаю nexus одобряет nexus любит таких персонажей играть на герои которому нужно фурмить 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 все я вообще nexus а ну раньше отождествлял с лансером фантом лансером в одно время ему прям пока до этого героя брали он там каточки тащил сейчас уже lancer конечно не пикается но есть спектра которая тоже фармит фармит и потом вроде как тащит но у этого героя есть так скажем несколько ветвей до развития он может и играть в более-менее агрессивного кири ответный кири очень дерзкий это воет причем комбинировать можно очень круто считай вот ставят свою хроносферу к локерку кстати под хукшот свой не заюзать в хроносферу то есть ему придется вы выждать тайминг и после хроносферы юзать свой хукшот что касается сф а он туда может влить огромное количество дамага за счет своих shadow рейзов плюс ульту может бомбануть до заранее она конечно не так много урона нанесет так как враг будет скорее всего далеко но в целом дамага будет прилично и змейки shadow shaman то есть этот воет он тоже несколько ветвей развития имеет как ну когда про максит свой таймволк он может приходить по кулдауну своего ультимейта ставить его а дальше потом эти форме вот посмотрим как на линии будет ему еще стояться фризер значит у нас будет играть на воиде shadow shaman вот какого-то чувака стендина не знаю кто-то такой зизо у нас на дазле арисы shadow find sf от арисы вроде вроде тоже такой неплохой но и товарищ лаян будет у нас шпилить на клокверке зарыт рай парадайз парадис я тебя парадис я тебя и на кентавре в общем играет этот товарищ android p ancient operation please go game на рубике zxc templar assassin и кто у нас там остается остается на exos спектра ждем ждем пока разберут по пока снимут паузу нужна такая есть стандартные фразочки ждем пока разберут героев что во всех играх героев разбирают я по моему этот нормально мне надо знаете некоторые фразы просто забиндить я так нажимаю кнопочку и коп вместо меня чтобы я так сказать не напрягал фразовые связки и просто коп и фраза дефолтная воед да да фейслес воед да затарился он тангусами фласочка и щиточек у него 135 голды на кармане он будет идти скорее всего fast кольцо либо fast midas то есть зависимости от того как на линии будет стояться и судя потому что тут будет соло кентавер то это будет fast midas в принципе довольно оправданный будет айтем если он его купит но с другой стороны там еще сф чеки есть и хрен его знает насколько будет ну не рисково пгг тут наваливает наваливает сезон очень много наваливает перетянул его к себе поближе но хоста уже заканчивается да и дазл прокачает в любом случае грейв в случае надобности пгг просто заставил дазла на ровно на ровно вообще месте заюзать фласку это очень неприятно дазл мог бы конечно пойти на базу так что то у меня со звуком они все нормально так вот дазл мог конечно пойти на базу похилится но это слишком долго и геймерно poison touch неприятная штука спадает рефракшн нашпиговывает то есть сф чеку надо вначале немножко просуппортить чтобы тот имел души соответственно дэмэдж и ему было проще стоять против этой темп ларки на шоут у нее то как раз дэмэджом проблем вообще никаких 66 урона родного на втором левеле до плюс рефракшн добавляет урон плюс эти пси-блейцы с которыми можно бить еще и по противнику приятного в общем говоря мало но единственное что раньше нее не такой большой сф слабенько харасит со своей тычкой инвалидской могут уже неплохо в принципе дэмэджа набрал есть 8 душа это 16 дамага почти как фэйзы что очень даже приятно фризер 74 у нас 20 шедо шаман тоже вас хитит может это был отвод да это был судя по всему отвод но по ходу двойной отвод а ну да вот такие суппорты очень интересные которые не чекают а есть ли здесь стоп это я походу зря наезжаю потому что нейтралы тут по ходу дела ну либо они отсутствовали на тот момент когда отвод был потому что в линии это один хрен спушилась если был бы сделан дабл отвод то линия бы никуда не ушла тем более вот так вот под tower она никак не могла сюда прийти в любом случае как-то накосячил support но как мы видим этот вард а вот оно что этот вард поставлен как раз таки команды tcn для того чтобы видать разблочить вард который тут где-то стоял и блочил этот спаун ну все значит это я не зря наезжал на суппорта он накосячил не посмотрев открыт ли вот этот спаун достаточно часто просто делают такую грязь зизо под инвизом это может быть first blood это походу будет first blood zxc пытается убежать тычка shadow race еще буквально один хит дазл делает фраг 2 shadow race там не успел алис это кастовать зизо не стал оставлять фраг сфу что на самом деле зря потому что там по идее никуда не уходила это темп ларка у нее не было никакого хила там тангус с него бы она не успела восстановиться ну в любом случае сфу приятно а дазлу в этот фраг тоже довольно необходим так как он вот сейчас можете позволить кунь тапочек купить да потратил очень много времени на то чтобы харассить эту темп ларку в виде получил там какую-никакую экспу ну и плюс заодно деньга вот shadow shaman тоже себе на тапочек уже нафармил и теперь кентавра будет посложнее стоять на своей линии потому что здесь теперь его могут принять очень так плотненько принять хекс тычка вот это волосо подтягивается воет хилл попытка задамажить очень много кентавр станом своим ни в кого не попадает и в итоге просто расстреляли расстреляли два суппорта дазл получает еще один фраг у дазла вообще тычка 56 для суппорта это достаточно много зажимают у нас в лесу клокверка nexus получает свой первый килл отлично тын 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 ну и саппорты the red right тоже володя говорит так android давай короче мы с тобой уже как-то скооперируемся дазла убивают нейтралы царство ему небесное не знаю что на него нашло демоны овладели им ну судя по всему просто у него было мало хп и он закупился отдался урсачам принес себя в жертву для того чтобы быстрее восстановиться и делать дальше грязь сфа загангать не удалось на эксус топ топ пока первый топ-1 держит по крипам но разница небольшая между остальными персонажами пытается конечно отсюда вы уйти товарищ лайон nexus был близок сделать еще один килл но все-таки пгг решил не оставлять этот фраг мало ли там сейчас какие-то коги нажмет а коги у него есть в итоге это спектра еще отъедет то есть тут володя сделал все грамотно ну у nexus и конечно файзы откатывали он бы мог их поражать догнать и сделать фраг а могли бы остаться ни с чем то есть вот в таких ситуациях вроде думаешь и на самом-то деле можно оставить фраг но как бы клокверк то имеет свою сейф набилку можно было бы и выжить поэтому лучше не рисковать лишний раз продолжается у нас миди война за крипов но как мы видим в этой войне выигрывает сф так как все-таки саппорты за ретрай пришли впустую до psf а там буквально на секунду отогнали под товар и он обратно стоит на лайне и фармит а вот саппорт команды tcn приходил в мид причем он приходил не то чтобы неожиданно да он просто в тупую прибегал и бил по голове эту темп ларку действий от тр ровным счетом никаких не было и казалось бы да вот этот дазл которого пгг собственноручно избил заставил потратить на первой же минуте фласку пришел и испортил жизнь zxc ну надо надо все-таки суппортом иной раз приходить в мид и помогать если тем более если у оппонента sf да в миде которому по логике вещей вообще жить я на в миде давать нельзя надо его гнобить смешивать с дерьмом пусть он там нейтралов стакает себе пусть фармит нейтралов пусть выкручивается как может но он не должен быть в шоколаде вы посмотрите он реально в шоколаде что это такое 51 крип он же еще и нейтралов себе стакает параллельно но тут появились големы да он их с руки зафармит то есть это не супер страшно для такого героя него 130 урона почти с руки ну ничего себе неплохой такой герой он наносит магического урона девять сотен и с руки еще 120 130 . для седьмой минуты по моему это читерный герой но у него есть один огромный минус он очень уязвим к гангам либо к харассу его никто не гангала не харассил и за это я думаю что т.р. и поплатится спектра тем временем 1400 давайте уже на на твор с переключимся купил ли купил себе войд медас нет вот не стал покупать медас потому что это очень наглый был бы мув купить медас когда у тебя в миде сф стоит стоял в миде конь пак я уверен на сто процентов фризер бы купил себе медас потому что линия ему позволяет это сделать у него очень хороший крипстат никто ему не мешает даже фласку свой не потратил но потому что в миде сф это может быть слишком жадно не решается так играть дерзко с другой стороны купив себе бф он также фарм свой ускорит все-таки за счет battle fury будет какой-никакой сплэш и там можно будет фармить крипов быстрее не так круто как медас потому что все таки бф это офигенный шмот на антимагии именно на этом герое он его ускоряет этот фарм тот самый фарм так тут у нас драка врыв на zxc zxc пытается отбиваться под батареями у zxc нет ни единого шанса пгг тут бегает кит протюнь прости конечно но тут что-то у меня мне как-то тебе помочь нечем дал телекинеса все на этом вся помощь закончилась кентавр почти 6 левел к локверк у нас уже почти седьмой то есть обгоняет прилично уже успел загангать кентавру потяжелее приходится и при этом кентавр еще тут может отъехать потому что есть хроносфера и скоро будут змейки ого это не очень круто графики посмотрим чуть позже кентавр подключает ультимейт как только появился сразу попытка его реализовать стан double edge хорошо прилетает спектра хроносфера есть может поставить для того чтобы убить как минимум пгг и потом еще и свалить у него есть прыжок до убивает пгг и факт что еще будут уходить один секунд до хукшота кентавр стан по двоим double edge 3 double edge хочет заюзать прилетает хорошая из blast ну double edge братюня что ж ты его зажопил надо было юзать но будет пытаться юзать в лиона если тот не хукшотница хукшотается но на оппонентов получает спектральным даггером по заднице умирает а во фризера прилетает также спектральный даггер но от он вовремя с него спал а из blast и поэтому он не умирает если бы из blast висел он бы отъехал но вот она и флазочка которая у него была пригодилась восстанавливается а а риса как мы видим имеет 5200 нетворца обалдеть как это вообще получается непонятно полетела из blast в надежде цапнуть кого-то ну дазл еще не на базе зацепила к локверка но ему вообще чихать nexus фейзы барабаны транквилы появляются кентуриоши десятая минута не супер конечно 1 1 1 9 крипов жизнь конечно сурово давайте глянем пока графики 2000 золото и тысячи экспы худо-бедно но выкручиваются сейчас ребят секундочку я тоже отвлекусь так 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 да все я на месте так вот пока вроде более менее но по факту лично как мне кажется графики должны были быть в сторону команды т.р. все таки потому что тут воид и сф два топовых керри то здесь есть конечно же спектра она тоже очень сильная но спектра одна с сфом и воидом по моему не справится полетелось бласт кентавр пошел там минус один товар за динает не удалось воид его еще и ласт хитит у воида храносфера в кулдауне успевает дать стану змейки добивают змейки доделывают начатое шедоу шаман получает килл на топе попытка забрать клокверка ну такая себе попытка ой 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 android доигрался просто-напросто умирает сейчас колд фиты колд фиты второго левела но там ну вот видите ничего не сделаешь этому клокверку потому что коги висят очень долго и пока эти коги закончится там еще и кто-то на сейф прилетит и как бы так и произошло ого-го ого-го себе гого ариса делает себе бкб опа пгг у нас где-то нафидонил пгг нафидонил снизу на него храносферу потратили полетел айс бласт такой запоздалый да и помощи от него в любом случае никакой учитывая что пгг играет рубиком которого убить вообще плевое дело но это во первых не по декаб поэтому оверлей в пдк по нет а оверлей navi они на паблик ребят они на их надо будет подфиксить потому что видите они там немного закрывают план потом покажу да и неважно в общем оверлей которые мне дали для стримов они для папчика на данный момент во всяком случае потом может сделать еще и для турниров пгг у нас тут коги расставляет пока ситуация печальная и посмотрите эта печальная ситуация набирает еще более печальные обороты уже почти 5000 золота 3000 экспы тяжеловато приходится трм темплар осасин ну в принципе темплар очка в лейте неплохо но суть в том что у темпларки нетворс 4000 а у эсэфа 7000 и тут уже как бы становится ясно кто кто рулит и нетворс эсэфа будет только подыматься вообще в принципе эта темпларка она фарм потенциал имеет хороший у нее же пси блейдцы это грубо говоря сплэш причем если грамотно их юзать эти пси блейдцы сплэш то стопроцентный опа цепа ноль за ткс вот в чем отличие ТР от команды ТЦН у ТЦН постоянно какой-то какой-то напряг причем темпларку гангать далеко не легко но ее приходят и пытаются убивать и она уже два раза побывала в таверне плюс ее харасили нереально жестко эсэф же это вообще булочка просто халявная булочка приди забери ее с пылу с жару но почему-то ТР и ультра пассивные может потому что у них пик такой но смотрите что делает просто Клокверт двумя этими суппортами заигрался походу Клокверт опа ПГГ хорош ну благо он их не убил не хватило то видите буквально писачки сейчас нейтралом ПГГ на фиде этот будет прикол айсбласт куда-то полетел ПГГ благо не умер было бы очень забавно если бы он отъехал от нейтралов кентавр 1400 Зизоу Зизоу вместе с его другом стендином под смоками решили прогуляться на топ фризер имеет БФ и у него есть хроносфера ну и пошел фармить крипов понятное дело что фризер бы сюда один не пришел явно где-то подвох и понимает это Зеро Трай сразу передислоцировались спалили спектру ну спектру тут все равно не поймать спектры с айтемами все более-менее неплохо но у остальных конечно все достаточно говено и вот ZXC в соло решил забрать Рошана пятнадцатая минута Рошан не такой слабенький и по сути долго здесь его конечно темпларка будет грызть но должна загрызть насколько я знаю такая темпларка она убивает только тут пустой боттл а вот с пустым боттлом по-моему не убивает ну и в принципе мы как тут видим так оно и есть Нексусу надо даггер свой юзать и забегать туда он решил пешочком не торопясь нафиг надо даггеры свои тратить правильно на топе пока Тауэр падает ZXC сейчас умрет неплохо давай давай а это Билли с горем пополам Рошана оставил деньги темпларки у нее скоро будет БКБ будем на это во всяком случае надеяться пошел Айсбласт воп-воп два шадовра и заносец и пачка крипов приятный конечно эсэф герой в этом плане вот смотришь иногда на такого эсэфа и думаешь ах пойти по в папчик и откатать начинается у нас драках шикарнейшая реакция у Ариса подрубается БКБ юзает ульту разрывает на части ПГГ ПГГ как всегда достается больше всех Парадайса тоже должны забрать все таки потратил фризер на него хроносферу летит у нас Айсбласт достаточно хороший но очень и очень запоздалый как бы уже все после драки кулаками не машут Нексус делает диффуза да этот вариант спектры более агрессивный без всяких радиансов но что-то как-то по-моему стратанта не работает много всего отдают ТРМ надо подсобраться вообще мое мнение если эту игру проиграет то это будет лузнутая игра суппортов с суппорта ничего в этой игре не сделали просто юз лес полностью бесполезные ПГГ в начале игры прохарасил Дазла до такой степени что он чуть там не умер это единственное что ПГГ сделал в этой игре и то же самое можно сказать про аппарат ну то есть реализация вообще никакая аппарат тупо фармит делает себе аганим лол там эсэф фармит чувак какой аганим вам надо что-то с эсэфом делать а не аганимы тарить на аппарате ну вот немножко непонятно старта ну посмотрим ТР и я надеюсь еще как минимум посопротивляются близится БКБ у ЗТХС так ага подрубает инвиз ну конечно ульта то была потрачена вопрос в том а нафига она была потрачена потому что все равно ЗТХС бежать то не мог надо было раньше ее подрубать или надо было раньше убегать спектра юзает ультимейт полетел айсбласт спектра минус но также падает еще и Клакверк там параллельно убили ПГГ парадайз ох фризер фризер срабатывает блин как же диффузами подсейвил срабатывает баш диффузами подсейвили под сейвили жри его лицо тупое прям во время файта вот диффузами под сейвили но зато спектра сама кони двинула такой себе сейф конечно шарфик шарфик шарфецкий 12 9 смотришь вроде пулеме неравная игра нажимаешь нажимаешь на графики 12000 золото 4000 xp это конечно где мои собаки мне кажется на мой канал 80 процентов людей подписываются только из-за того что там собаки есть смайлики это я спустил собак пошли пошли собачки кентуавр ну блин арисы конечно красави краса красопед я не знаю царюга его реакции можно только позавидовать пгг 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 айс-бласт арисы ловит этот айс-бласт но в любом случае он живет у него уже почти баттерфлей осталось буквально 1300 нафармить спектра ах тыж ну чего я не понимаю так вот не везет то чушь они чуть раньше ты не заюзы чё-то nexus чуть раньше не заюзла то тут он был в кулдауне или что судя по всему был в кулдауне так бы он его нажал явно раньше получилось бы сделать фраг на этом асэфе как минимум еще и клокверка может быть даже забрал бы обыдно сэф был под айс-бластом он пока бы юзал свой телепорт спектра бы ему наваляло там будь здоров плюс еще тагер закинуть можно это прямая трансляция нет ребята кривая трансляция кривая трансляции сумасшедшего дома жи жоу жи жоу так решили перейти в наступление tcn надоело им ой 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 как врывается то здесь парадайз ах прям красопед кстати у сэфа скоро бкб будет действовать очень мало хроносфера причем сэфа она не цепляет zxc минус парадайз минус ставится хроносфера от пгг ну войду чихать тут еще трое попали на эту хроносферу и им в принципе тоже чихать обидно конечно обидно вова ворует ульту вражеского героя а она пользы никакой не приносит это конечно печально ребята очень и очень печально так что у нас тут у клокверка у клокверка почти блэдмейлы пгг решил подойти пошел айсбласт ставятся змеяки хукшот на пгг телекинезом выкидывает а тут есть форс и володю отпускать не хотят делает килл клокверк спектра подрубает ультимейт подрезала здесь очень неплохо шадоу шамана но убить его не удалось а спектра у нас куда-то прыгнула нет спектра продолжает формить свою линию спектра с диффузами не супер так скажем страшный керри да если бы она-то фармила свой радик потом что-то как-то куда-то то на самом деле даже радик бы до фармила чем бы она была страшно обстрите на это в сф у него bkb баттерфляй скоро будет какой-то сатаник манта не знаю мантом как по мне ему даже делать не нужно нафиг она ему нужна сделал себе просто сатаник и пошел бить лица я бы на его месте сейчас даже не думал просто сразу варил сатаник купил бы масочку и пошел 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 шивой единственное чего не хватает это от хила чтобы восстанавливаться вот сейчас он такой побитый ну то он должен быть full хпшный не должен герой имеющий почти 300 урона быть побитым у него слота типа не будет тогда на скрол ну надо продать тогда стики как словом так и делом а где маска бро я конечно все понимаю но маску он походу покупать не будет стики продал маску не купил может быть маска у него лол bottle вот рили алмазь Ага, вот это уже интересно. Боттл у него ещё давным-давно как имеется, потому что он в миде же стоял. Вот, и забирает сейчас дабл дэмод. Очень приятная, конечно, руна. Заходят они на Рошана. Ох, Кентавр опять хорошо врывается. Айсбласт сверху, хроносфера твой, да? Фризер начинает разрывать на части. Нексус своровал Аегис. Айрисе подрубил БКБ, повесили на него Грейв. Пока живёт, но скоро Грейв закончится. Грейв заканчивается, Айрисе тоже заканчивается. И ТР у Рошана делают переворот. Дух ПГГ вселился в Нексуса, тот своровал Аегис. И вы посмотрите, у Рошана. Сейчас поставить просто хроносферу и не отпустить его, да? Володя так и делает. Всё, братюня. А, ну, в общем-то, Вова решил не оставлять фраг. Это тут и не важно, кому достанется этот фраг, он уже не особо решает. Самое главное теперь пропушить ТВРА, потому что ни одного Тауэра до сих пор не сломали. Вот только-только первый упал, ещё снизу есть Т1, ещё на топе Т1. Это, конечно, печаль полная. Если мы глянем на графики, здесь разница была где-то уже ближе к 20 тысячам, но теперь уже 15. И как бы вроде не так уж и прям плохо. 5 тысяч отыграли буквально за пару минут. Плюс 6 тысяч экспы стало, а было почти 12. То есть ещё 6 тысяч экспы они отыграли примерно, чуть меньше. Ух, я уже, честно говоря, не верил, что Зератрайс смогут как-то перевернуть. Но, видите, АОЕ скиллы хорошо заюзанные. Как могут зарешать? Кентавр даёт стан по всем. Айсбласт с Аганима залетает от андроида невероятно жёстко. Но это, опять же, да, это ошибка. Это нельзя сказать, что это заслуга Зератрай какая-то суперкрутая. Это ошибка от ТЦН. Надо было отправлять на этого Рошана кого-то одного. Либо, либо пойти убить всю команду ТР, а уж потом убивать Рошана. Потому что, вот как мы видим, Рошан им обошёлся очень дорого. Они бы могли пойти на хайграунд даже без Рошана, по факту. Им этот Рошан не нужен. Потому что по айтемам они, ну, вы сами видели, насколько опережают. И зачем тебе Аегис, когда тебя и так хрен убьёшь. Разваливают бараки, ставятся змейки. ПГГ так вальяжно подошёл. Пошёл Айсбласт. Попадает на ПГГ... А, ПГГ, Господи, Господи, СФ под БКБ. Но дебаф на него всё равно действует. Подрубается на него Грейв. Айриса успевает заюзать ультимейт. Но всё, он труп. На нём висит Айсбласт, и он без вариантов. После окончания Грейва умирает. Нексус пытается собирать урожай. Врывается в Фризер. Разваливает андроида. Замёрзнет Фризер. Да, замерзает его диффузами подзамедлило. Когена Нексуса уходит за счёт спектрального даггера. ПГГ опасно что-либо ещё юзать. Под Блэдмейлами находится Лайон. Тем временем змейки ломают бараки. Фризер тоже на них ополчился. Глиф оттягивает. Слушай, змейки-то пропали. Не, ну тут никак не задефить бараки. Всё-таки Фризер забирает. Минимум один. Второй тоже забрали. Но это не супер страшно. 28-я минута забрали. Всего один лайм. Я так понимаю, Айриса ещё и бэйбэкнулся. Да, так оно и есть. Но бэйбэкнулся-то он зачем? Для того, чтобы душу себе восстановить. Глупый бэйбэк вот этого товарища. Так сказать, торопятся, торопятся-то цены. Хотят по-быстренькому закончить. Но суть в том, что они сейчас вместо того, чтобы по-быстренькому закончить, по-быстренькому могут нафидить. Оп. Клокверк у нас нафидонил. Ну, начинают от цены ошибаться. Далеко, так скажем, не самая сильная команда. И ошибочки эти ребята тоже допускают. И как мы видим в затяжной игре стратегия ПГГ с этим мейс-бластом от Оперейшена работает. Ух, Нексус, бедный Нексус. Вот так вот должны были играть. Они должны были ловить тупо Спектру, убивать её. И всё. Теперь дамажить некому. В Спектры, я надеюсь, есть бэйбэк. Нет. В Спектры нет бэйбэка. Убили Шадоу Шамана. На базе умер. Не знаю, что с ним произошло. Походу Айс-бласт словил. Ну, если на базе, то, в принципе, только Айс-бласт может убить. Но у Оперейшена сейчас будет рефрешер. Если аппарат доделает рефрешер, лично моё мнение, на аппарате рефрешер это не супер крутая тема. Потому что, когда у тебя есть аганим, твой ульт и так очень крут. А рефрешер, хрен знает. Ну, может быть, он и крут. Чёрт его знает. Сейчас посмотрим, если будет доделан. Что такое рефрешер? Просто кулдаун 40 секунд у этого скилла. Мне кажется, после аганима надо мидас покупать. Для того, чтобы себе быстрее 16-й левел получить. А не рефрешер. Потому что, чем быстрее у тебя появится 16-й левел, тем быстрее ты с одного ульта будешь всю команду вражескую убивать. А рефрешер... Да, рефрешер, наверное, всё-таки хорошо. Потому что одним из бластов иногда не получается попасть по всем. А так ты по-любому попадёшь в одних, потом ещё и в других, и всё будет чётенько. Но это можно проворачивать достаточно редко, потому что рефрешер имеет огромный кулдаун. Сам из бластов, конечно, стоит мало. То есть там... опа... 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 могут быть проблемы. Воэт... Хекс... Лассо... Кентавр... Ну где же ты, родной? Ну почему ты не ворвался по этим двум товарищам? Хроносфера ставится на ПГГ. ПГГ минус. БКБ не пожалел. Воэт. Иначе его бы там Айс Бласт просто распетрушил. Распотрошил бы. Врывается Кентавр, даёт стомп. Пошёл Айс Бласт. Айс Бласт попадает, но там не особо хорошо. Даззл-то, наверное, отъедет. Но даже если отъедет, это не супер страшно. Спектральный даггер. Да, даззл-. Спектра получает фраг. Но вторая линия это уже упало. И тут уже ТР-м, так сказать, остаётся надеяться только на чудо. Я, кстати, тут говорил о том, что надо СФ-у сатаник делать. Господи, какой валенок. Какой сатаник против опорейшена-то, а? Немножко я, конечно, тут херню сказал. В чате меня никто вроде не поправлял. Хотя, может быть, поправлял. Я в этот момент просто не обратил внимания. Так, какой нахрен тут сатаник, лалка? О, затэксцена. Ну, блин, это хроносфера. Что с ней? Вот что можно сделать против этой хроносферы? На тебя прыгает вражеский керри, ставит на тебя ульту, при том, что прыгает он на тебя с расстояния в 1300. Это очень большой рейндж. Смотрите, вот он стоит тут, а прыгает куда-нибудь вот сюда. Ну, зашибись, блин. И хроносфера еще на полкарты. То есть, тебя засевить вообще никак не могут. Единственный вариант играть против воида, это ломать эмулицо на линии, чтобы он не фармил. А ТРы, мало того, что позволили фармить воида, так они еще и позволили фармить эсэфу. А это было тоже очень печально. Ну и теперь воид, болтяр уложил вообще на всех. Сейчас смотрите с этим мажором, как молния прилетает неприятно. Что-то как-то редко, конечно, она прилетает, но все-таки прилетает. Ну что, не стали третий лайн ломать, решили просто сломать трон. Нексус закидывает даггер. Ой, да у Нексуса тут итемов-то особо нет. Манта, диффуза. Очень мало. Нетворс всего 13 тысяч, там у СФ почти 20, воид 22. Зэд Эсэф падает. СФ-чик изоид ульту. Хроносфера. Нексус разваливается в мгновение. ГГ пишет ПГГ. ГГ, ПГГ. Ну и в общем 32 на 22. Это не очень, кстати, красноречивая такая статистика по киллам. Ну, это была первая карта, ребят. Это была первая карта. Через несколько минут у нас начнется вторая карта, так что никуда не разбегайтесь. Я думаю, даже перерывчика никого нет.